Добрый вечер! В эфире проект «Один за всех». Меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Это 33-летняя Инна Кузьменко. Всю жизнь она скитается по интернатам. Из детского дома для инвалидов в дом для престарелых. Маша, иди вперед. Вперед маршрута, вот сюда. Проходи сюда. Такую жизнь ей устроила ее собственная мать, которая сдала Инну в интернат и больше не вспоминала. Но несмотря на это, Инна всегда мечтала найти ее. Семью заменить, я считаю, невозможно. Родная, это есть родная семья. И тот, кто имеет семью, те самые счастливые люди. Проект «Один за всех» решил помочь Инне разыскать маму и других родственников. Но то, что нам открылось, стало настоящим шоком. Ведь результаты расследования перевернули жизнь ни одной семьи. Сегодня вы станете свидетелями разгадки самой таинственной и запутанной истории поиска родных. И узнаете, что на самом деле произошло 33 года назад. Что она всегда разлучила Инну и ее родных. И состоится ли главная встреча в жизни девушки, которую она так долго ждала. Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. Телеведущая и мама Оксана Гуцайт. АПЛОДИСМЕНТЫ Певец Сергей Гладырь. Актриса театра и кино Нина Касторф. АПЛОДИСМЕНТЫ Тележурналист Константин Грубич. АПЛОДИСМЕНТЫ Психолог Виктория Любаревич-Торхова. АПЛОДИСМЕНТЫ И начальник службы по делам детей города Киева Николай Кулеба. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна Кузьменко, которая вот уже 30 лет надеется найти свою маму, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Инна, ты не первая в этой студии, кто ищет своих близких. И ты не первая, кому я задаю один и тот же вопрос. Зачем тебе это? Ну, хочется просто всегда ее видеть рядом. Это твое. Она всегда необходима, нужна. Как ты думаешь, почему тебя оставили? Это только она знает, как было на самом деле. Я не могу за нее сейчас отвечать. Я знаю, что у тебя болезнь, да? Да. Детский церковь. Как ты думаешь, это могло быть причиной для того, чтобы мама от тебя отказалась? Просто есть моменты в жизни, которые человек не хотел делать. Ну, так суждено. И так надо пройти, чтобы потом опять встретиться. Слушая тебя, я делаю вывод, что ты маму простила. У тебя нет на нее зла. Нет. Это, можно сказать, как одна из крайностей. Можно или впасть в агрессию и не принимать никаких аргументов, а можно наоборот относиться всепрощающе только бы увидеть, только бы узнать. Ну, и потом, я думаю, что стоит спросить у самой Инны, кто ее воспитывал, кто помог ей прийти к вот такому пониманию, что все живут своими проблемами, своими ошибками. Ну, сначала воспитатели в детском доме, потом в доме престарелых, а потом в санаторий, где мы учились и лечились. А скажи, Инна, как ты оказалась в доме престарелых? Сколько тебе лет? Это не дом. Ну, как бы, это дом. Это я потом приехала. Этот приют тоже, ну, как бы, там работают очень хорошие сотрудники. Ну, нас там, конечно, немного. Семь бабушек и я восьмая. Это сейчас я там, на данный момент, уже восемь лет проживаю. Чем ты там занимаешься? Ну, я там стараюсь просто, ну, как бы, быть полезной. Сейчас у нас будет обед, поэтому я иду помогать на кухне. Вот так. Сейчас я буду раскладывать ложечки. Ну, и вот так три раза в день. Утром, в обед, в вечер. Когда ты впервые стала задумываться о том, где твои родители? Почему ты в интернате? В 96-м я первый раз увидела свою Людочку и Таню. Кто такая Людочка? Моя сестра. У тебя есть сестра? И вы вместе были в интернате? Нет. Это потом она меня нашла, когда мне уже было 14 лет. Это было осенью. Как раз каникулы начинались. Ну, ко мне подошла директор. И я говорю, Диночка, ну, это к тебе, вот твоя сестричка. Мы туда расплакались. Ну, и потом она меня забрала на неделю домой, на каникулы. А потом привезла, ну, потому что мне надо было заканчивать еще 9 класс. То есть в 14 лет ты встретила свою сестру Людмилу? Да. Насколько Людмила старше тебя или младше? Ну, кажется, на 9. На 9 лет старше? Да. Она тебе рассказывала что-то о вашей семье? Ну, немножко. То, что меня еще Таня ждет там дома. Таня это кто? Ну, моя тоже сестра. Она на 2 года только старше. Мало, потому что я ее и сама не спрашивала. Я просто была рада, что она у меня есть. Мне, если честно, уже было все равно, что там, как там. Главное, что она у меня есть. А имя мамы не называла сестра? Называла Галя. В тот момент я не спрашивала ничего. Потому что я думала, ну, что мы уже не потеряемся никогда. А что же произошло? Перед этим одна женщина, она ко мне приезжала там в детстве сначала. А потом, ну, исчезла из моей жизни и больше не приезжала. А в 97-м уже появилась, тоже опять взяла на 3 недели. Когда Людочка позвонила, ей сказали, что меня нету, потому что меня мама забрала. Скажи, что это за странная женщина, которая тебя брала, потом возвращала, потом снова брала? Не знаю. Она тебя просто забирала, и ты у нее жила? Ну, 3 недели всего лишь. И все? Да, но она просто как бы представлялась моей мамой, что она моя мама. Не, Инн, ну, а кому она представлялась? Ну, вообще, она в детстве ж приезжала, вот ее и принимали за мою маму. Должны же быть какие-то документы в любом случае, в которых указывается там, ну, по крайней мере, там, кто мать или не кто мать, из какого роддома ребенок передан. Быть может, этой женщине тебя отдавали, потому что она и была твоей матерью? Ну, вот, потому что она назвалась. Не-не-не, Инночка, ну, вот ты же с самого рождения не была в Тюрюпинском интернате, да? Где ты была? Ну, я не знаю, я же была маленькой. Ты не помнишь, да? Да, я себя помню с 5 лет. Тюрюпинский интернат, это интернат для детей-сирот. Туда не попадают просто так. И просто так не может любая семья прийти и взять любого ребенка. То есть, либо у нее должны были быть основания, да? То есть, она твоя родственница, может, она тетя там твоя. Либо она твой опекун официальный взяла тебя под опеку. Ну, вот, я просто хотел спросить, ты не знаешь об этом просто, да? Просто она тебе называлась твоей мамой, да? Да, но, как бы, сомневалась, что она моя мама. И персоналу она говорила, что она твоя мама? Да. Ее звали? Вера. Вера. Но ты точно знаешь, что Вера не была тебе мамой? Ну, я уверена в этом. Почему ты в этом уверена? Ну, хотя бы за ее отношения. Я считаю, что так не относятся. Даже звери так не относятся. Как так? А как она относилась? Что было такого страшного? Ну, агрессивная она была. Как-то она так отчужденная. Даже когда она приезжала, она всегда почему... Вот мне почему-то вот было интересно, что она всегда убегала. Она никогда не оставалась. Она приедет, быстро отдаст там, что привезла, и текает. И когда воспитатели или нянечки выходят, говорят, где твоя мама? Она только что была. А я говорю, а нету ее уж. Хорошо. А вот Люда, твоя сестра, она как к тебе относилась? Она хорошо. И как тебе было у нее? Что вы делали? Чем занимались? Хорошо у меня у нее было. Ну, чем вы занимались? Общались. Приставку я играла. Ну, тогда была еще знаменитая. Вот. Ну, как-то с ней было спокойно. С сестрой ты утратила связь именно тогда, когда тебя эта женщина забрала. Конечно. И сестре сказали, что тебя забрала мама. Да. С тех пор сестра к тебе в интернат не приходила. Инна, мы нашли Таню, которую ты помнишь и считаешь своей сестрой. Она тоже тебя помнит и сегодня с радостью приехала к нам в студию для того, чтобы встретиться с тобой. Татьяна Якимец, встречайте. Татьяна, как давно вы не виделись? Ой, в 96-м. В 96-м году я ее бачила. Почти 20 лет. Нам выхователи сказали или директор, я точно не помню, что сказали, что ее уже там уже нема. Мы потом обращались в Херсонский ЗАГС, там, где она у нас свидетельство получала. Нам эту информацию не давали. И так мы тоже ее по интернету шукали. Я думала, может, она фамилию поменяла. Ну, может, замуж вышла тоже. Таня, расскажите, пожалуйста, немножко, потому что мы так очень тяжело все смогли понять. Ну, у нас получилась такая история. Я была маленькая, мне было 2,5 года. Сестри, я не знаю, на то время, сколько было. Но она была тогда, мама, я помню, по родственникам слова, что она была грудничок, она тогда заболела. И получилось так, что по глупости мама сидела в тюрьме. Инну забрали сразу в больницу, потому что Инна заболела. И после того времени мы росли отдельно. Я тоже росла, без мамы росла. Жила я в маминых родственниках, так получилось. Потом меня сестра тоже так и шукала, нашла меня сестра старшая. Она же тоже сама росла в интернате. Людмила, ваша старшая сестра, росла в интернате. Да, тоже в интернате росла. То есть, по большому счету, это она вас нашла и потом нашла Инну. Да, меня старшая сестра Люда нашла, меня до себя забрала в Киев. И мама потом вышла за какое-то время, потому что надо было где-то на то время жить, потому что не было дома жить. И вышла замуж, родила тоже двое деток, и там тоже в ней семья не склалась, и мы на улице. Ну, очень плохо было там. Но вот эта Вера, женщина Вера, о которой рассказывает Инна, она не имеет отношения вообще к вашей семье? Да, вот это, честно говоря, вот это, что почула про эту историю. Я не знаю, что это за тетя Вера, и откуда она вообще взялась за тетя Вера. Инна, ты помнишь Таню? Конечно. Это именно та, Таня, которая была тогда с тобой? Да. И Людой? Это, я лицо, это родное не забыла. Я его все время помню. Вы меня спрашивали, почему я хочу их найти, чтобы никогда не забыть. Я просто моя лошадь, то лицо, которое я помнила, я их забыла. Татьяна, а где сейчас ваша мама? Мама есть. Есть мама. Мама сейчас с нами живет. Правда, я не в маме живу. Мама в Херсонской области, город Береслав живет. Вот мама тоже ее шукает и любит. И никогда не забывала про нее. А где живет Людмила, сестра, которая вас объединила? Людмила сейчас живет на Украине, в Турции. Танечка, насколько я понимаю, ваша мама, вот я нараховывал, что у нее пяти детей, так? Да, пяти детей. И никого она только так и не выховала через ризноманитные житевые обстоятельства? Да, она нас только не выховывала, а потом все время, и мы уже... И хлопцы, которые от черного шлюба, вы тоже с ними общаетесь? Да, только вот начали общаться, потому что они сами не хотели нас не знать, и с нами не хотели общаться, так как они говорят, что мы росли отдельно от вас, вы нам чужие. И тоже по интернатам они выросли? Да, они тоже учились в интернатах, вивчились, потом государство их поступило. И вы стверждаете, что не дивлячись на всю эту павутину, вы один одного любите сегодня? Конечно, мы все-таки не чужие люди. И маму свою любите? Люблю, но все равно надо когда-то прощать. И она же тоже, у нее жизнь такая, что наказала, и она тоже перед нами, она виновата, что у нас такая жизнь случилась. Но она очень жалеет, и ни какая мама не была, но все равно она моя мама. У меня мама сидела в тюрьме, извините, и мы маму не бросили ни в беде, ни в чем. Потому что мы возили и передачки, и ездили до ней на свидание. Вы замечательны, вы замечательны. Просто вот еще жалко, что Инна была лишена столько лет вашего тепла. Это очень жаль, потому что вы родственные души, видно. Ну ничего, зато будем заре общаться. Таня, а как сложилась твоя жизнь? Жизнь моя сейчас? Да. Спасибо моей старшей сестре. Она меня подняла на ноги, образование получила. У меня двое деток хорошо. Ну, у меня средняя. Я после школы никуда не поступила. Я очень рано вышла замуж. Я в 20 лет вышла замуж. У меня двое деток замечательных. Муж очень хороший. Отлично. То есть у тебя все замечательно в жизни. Только благодаря тому, что вы искали свою сестру, нашли ее в интернате, состоялась эта встреча. Спасибо. И мы нашли маму Инны Кузьменко. Где она была все это время, она расскажет сама. Галина Ильина, встречайте. Добрый день. Здравствуйте. Ну все, ну что ты плачешь? Ну все, все, все. Возьму себя в руки. Это же не знаю, что в Риде у меня словно находится. Очень переживаю, очень рада, что встретила свою дочечку. И так ее долго ждала. Я их не знаю, если может, проси меня, Инночка, проси меня, дочечка. Я никогда никаких отказов не писала. Я сказала, я соберу тебя. Так же и сложилось. Поехала. Извините, нашла такого мужа, что я хуже во врагу. У тебя есть два братика, Юра и Володя. Как освободилась, поехала в Киев сразу. До Люды, до Тани. Потом в Береслав. Ну потом вышла замуж. У меня муж хороший, работяга. Не пьет, не курит, не обижает. Внуков любит сильно. Прямо аж трусится. А сейчас все нормально. Все хорошо. Я очень рада, что тебя нашли. Галина, скажите, вы любили всю жизнь выпить, да? И вот буквально последнее время... Почему всю жизнь? Ну, так рассказывала Таня, что вы пили и сейчас вот в последнее время перестали, да? То есть... Никогда, никем не задерживалась органов, что я там алкашка, че что. Ну, любила выпить. Сейчас не пью вообще. То есть на отношение к своим детям это, вы считаете, не отразилось никак, да? Нет, я детей никогда не обижала. Таня, вы тоже так считаете? Вы, в принципе, не обижали? Никогда детей не обижали. Ну, крайне... Оставить в интернате, это же не обидеть, конечно. Галин. Моя дочечка. Галин. Я солнышка. Галина, скажите, пожалуйста, а когда ДЦП появилось, это с рождения у нее? Нет. Или она переболела? Нет, это я вам не могу сказать. Я так думаю, что, наверное, врачи взяли пенсию. И повредили. Она не была такая. То есть вы не знаете? Не знаю. Подождите, вы знаете, какой она родилась? Здоровая, все нормально. Сто процентов? Сто процентов. До пяти месяцев со мной все нормально. И ребенок был. И заключение врача было. Да, все, все. И на что тебе рассказывали твои болезни? Врожденная патология. Врожденная патология. Я не могу сейчас утверждать, но врачи просто могли после рождения не диагностировать это заболевание. Это то, о чем я думаю, что… Да, и это определилось просто позже. Учитывая, что ребенку там было полгода, возможно, позже просто диагностировали. Может быть и такое. Но относительно вот ваших вопросов, что говорили врачи, вот Инна попала в систему интернатных учреждений, да? Ребенок вообще ничего не знал ни о себе, ни откуда она, ни что она. Приходит какая-то женщина неизвестная, называется мамой, куда-то ее забирает и жестоко себя ведет с ней. Где-то находятся сестры. Ничего, ноль информации. Человек в 30 лет, пройдя эту систему, о себе ничего не знает. Это самое страшное просто, что может быть. И, Таня, я хотел у вас спросить, кому вы обращались вообще? Вот кто вам сказал тот бред, что мама что-то должна писать? Вы же лишены родительских прав, да? А почему же Инна считалась сиротой, проходила в интернате как сирота? И если не лишили прав, почему отдавали какой-то тет? Нет, я не знаю, я вообще не знаю, как не могли отдать чужой людине. Вы ее не видели 30 лет. Закон говорит, если мать в течение полугода не является к ребенку, не интересуется, не заботится, это уже есть повод лишения родительских прав. То есть у вас нет на руках никакого постановления суда, никакого решения, которое говорит о том, что вы лишены родительских прав? Нет, и никогда никакие ни бумаги, ничего не происходило. Слушайте, но у меня может быть странный вопрос, конечно, но, Тань, почему когда вы с Людой искали, вы решили, что именно Инна ваша сестра? Ну, я мама рассказывала, бабушка рассказывала, тетя рассказывала. Но все равно, я опять же к тому, что у вас все равно должно быть какой-то, вы должны были увидеть в интернате какой-то документ, или должны были сказать в какой-то больнице, что перевели ребенка туда. Нам никаких документов ничего не давали, и у нас ничего не требовали. Скажите, в каком году вы родили Инну? В 83-м. В 83-м? 21 января. Инна, когда у вас день рождения? А у меня написано в документ до 25 марта. Ты родилась 21 січня, 83-го года рождения, ты. У моих написано, что 25 марта 1080 года. Я 80-го года. Какого года? 80-го года это ей сказала, а на самом деле это я 80-го года родилась. А дата? А? А вы какого родили? В 84-го, ну, 14-го. Это января. Это января. Полный коломбак. Так, подождите, я что-то запутался. Что у вас написано в свидетельстве о рождении? Какая дата? Эм, 25 марта 80-го года. А вы когда родили дочь? В 83-го, 21-го января. Может, просто неправильно записала ей было, может, в больницу, когда она поступила, может, была ошибка. Вот нас тоже смутила вот эта вот путаница в документах. Мы делали несколько запросов в разные учреждения для того, чтобы найти хоть какие-то документы, подтверждающие ваше родство. Но, к сожалению, ничего не обнаружили. Поэтому мы решили провести экспертизу ДНК. В этом конверте находятся его результаты. По результатам ДНК-экспертизы вероятность родства между Инной Кузьменко, 1980-го года рождения, Галины Ильиной и Татьяны Якимец составляет 0%. Как это? Это что получается, что мы, что не... Вы... Вообще чужие друг друга, чи что? Как это? Это что поменяли в роддоме, получается, чи что? Это результаты ДНК-атеста. Я с мамой, хотя... Чи тоже не... Я уже запуталась с мамой. Это ваша мама. Но Инна не ваша дочь. И не ваша сестра. Инночка, дочечка, а ты помнишь, как тебя Люда с Таней забирали до бабушки? Я вообще тогда в шоке. Я тогда вообще сама не понимаю. Ну, а как могли Инну тогда дать сестре, извините, в интернате, че Инна тогда находилась? Как могли Инну разрешить чужим людям приехать и забрать на три недели? Вопрос, как это произошло, я думаю, возникло у всех. И ответом на этот вопрос будет выход следующей героинь, которая, уверен, прояснит сложившуюся ситуацию. Зовут ее Инна Кузьменко. И она тоже ищет свою семью. Она тоже из интерната. Это и похожая. Я вообще не знаю, что вы будете. Это копия новичка. Я вообще не знаю. Ничего, не расстраивайся. И мы тебя не бросим. Инна, если хочешь, можешь сесть рядом. Иди сюда, дочь. Я охота бы похожа. Сейчас я дай пьюсь. Инна хочет сесть в кине. Инна молодец. Вот на самом деле. У Инны самая правильная человеческая реакция. О! На ногах, как у Тани, даже пальчики. На ножках такие пальчики, как у ихнего покойного отца. Вот у них... Вот ровненькие. Вообще, я сама запуталась, честно говоря. Реакция может быть. Вот так поменяли детей. Дима, Дима, мы хотим разъяснений. Я сама. Но как тогда можно было... Инну нам разрешили... Как такое могло произойти, нам расскажет журналист, который разобрался в этом вопросе. Это Ксения Пашковская. Ксения, я знаю, что именно ты искала Инну Кузьменко. Как так получилось, что ты вместо одной Инны нашла двоих? На самом деле, оказывается, все очень просто. Начну с того, что когда мы поняли, что Инна Кузьменко, наша первая героиня, не сестра Тани и не дочь, соответственно, Галины, мы выяснили, что параллельно в те же годы, в том же городе, в интернате только в другом, росла еще одна Инна Кузьменко. И когда сестры Люда и Таня почти 20 лет назад приехали навестить свою сестру Инну Кузьменко, они ошиблись адресом и нашли другую Инну. Вот эта фатальная ошибка, в результате которой люди просто перепутали интернат, привела к тому, что мы сейчас видим. Вы были не в специализированном интернате для детей-инвалида, вы были в обычном интернате. Ага, хорошо. А скажите, Инна, а когда вы встретились с Людмилой и Татьяной, вы виделись с ней? Нет, я с ней вообще не видела. То есть до этой программы вы их не видели? Нет. То есть вы всю эту жизнь, сколько вам сейчас лет? 31. 31. И вы всю жизнь искали маму и сестер? Ну, да, я шутала. Мы в ключевой момент писали. Ну, как, я, когда мы были в интернате, ну, более-менее еще нам, ну, как, больно было, конечно, когда были новогодние праздники, день рождения. Ну, тяжело очень было. А что вам говорили о вашей истории? Преподаватели? Ничего мне не говорили. Говорили просто, что тебя оставили в роддоме и все. В роддоме? В роддоме. То есть вообще даже не говорили о том, что ты какое-то время жила с мамой, что ты попала... Нет, мне ничего не говорили. Мне воспитательница сказала, тебя оставили в роддоме и все. Больше мы, а твоя история закончена. Ось моя папочка. Это моя фотография. Я бываю сяду на эту фотографию и смотрю, вот на кого я похожа. На маму, на папу, или на дедушку, или на бабу. Ну, мне само интересно, на кого я похожа. И бывало такое, сидишь, впечатление, и думаешь, нужна я этой маме или нет. Бывало такое, сядешь, шукаешь, шукаешь эту маму. Даже бывало такое, что даже руки опускали. Что, ну, просто как, смотришь ключевой момент или жди меня, когда там шукают кого-то. И думаешь, интересно, тебя кто-то ищет или нет. Инна. В каком году ты родилась? Я 21 января, 83-й год. Этот факт совпадает с тем, о чем говорила Галина и Татьяна. Но вот в той папке, которая является для тебя историей твоей жизни, в ней нет практически ничего. Ничего. И вот для того, чтобы не познакомить между собой чужих людей, неродных людей, мы провели экспертизу ДНК и в твоем случае. Инна, переживаешь? Я думаю, это мама. А ты хотела бы этого? Хотелось бы. Хотела бы. Если хочешь, я могу не читать результаты теста. Читайте. По результатам ДНК-экспертизы, вероятность родства между Инной Кузьменко, 1983 года рождения, и Татьяной Якимец, а также Галиной Ильиной, составляет 99,9%. Иночка, не рада, не рада. Не плачьте. Все будет хорошо. Иночка, скажите, вот это ваша мама. Что вы сейчас чувствуете? Мама, которую 31 год вы не видели. Я просто хотелось, ну как, просто, ну, просто посмотреть, какая она. И мне хотелось просто узнать, на кого я похожа. И все. Я представляла маму себе другую, конечно. Какую? Ну, не пьющую, серьезную такую. Я думаю, я, ну как, понимаю, что в жизни бывают разные обстоятельства, что, ну, бросают детей. Бывает такое. Но я, ну, я представляла себе маму, ну как, я стремилась быть, ну как, вот говорили в интернате, вот вы будете алкоголичками, ну, проститутками. А я стремилась, думаю, нет, у меня мама не такая, у меня мама хорошая. Ну, были, может, обстоятельства такие, что она меня просто бросила, не могла на меня в себе взять. Но я не, ну как, я стремилась быть, ну, не похожа быть на нее. То есть вы до конца не верили в то, что она может просто вас оставить? Нет, не верила. Оставить и не искать? Нет, я оставляла тебя. Ну, а ты, я извиню, что я так говорю, почему ты не шукала эти годы? Почему не шукала? Тоже шукала. Мы не хотим осуждать вас при ваших дочерях, вот при дочери, но, извините, за это время вы успели найти мужа нового. За это время вы успели родить еще двоих детей. Но, извините, Инна 31 год живет без мамы. Можно было проявиться как-то. Я понимаю, что Таня, Люда, возможно, искали Инну. Они даже нашли Инну. Они нашли, но не ту. Вы могли, даже им говорили, что на ваши запросы мы не ответим, потому что есть мама, которая должна интересоваться. Пусть мама напишет и спросит. Тогда будем что-то делать. Потому что вас даже не лишили родительских прав. Ну, вот нам ответьте. Хоть раз в вашей жизни за 31 год был какой-то случай, что вы написали кому-то, позвонили кому-то или спросили у кого-то? Не звонила. Кому я буду звонить? Естественно. Вы же на другой планете живете. Инна, новая Инна Кузьменко. Инна Кузьменко, расскажи о своей жизни вообще. Ну, в интернате еще, ну как, более-менее. Конечно, да, нас унижали. Там унижали сильно. Да, мы недоедали. Мы ходили в церковь каждую неделю, потому что мы знали, нас там батюшка с матушкой покормят. Мы бутылки ходили собирали, по мусорках лазили, нас пинали, на нас говорили, как, вы изгои, вы никто. Ну, вас надо живем в землю закапывать. Потом нас отправили в училище. В училище, конечно, да, было нам, ну, в интернате это еще такое. А вот в училище уже было намного сложнее. Мы пришли, у нас не постели, у нас ничего не было. Нам вот так вот, в интернате дали сумки, вот ваши вещи, все, гудьба и здорово. И сказали, не дай бог, ваша нога сюда явится. Скажем, поотрываем, и никто и знать не будет, чтобы вы сюда даже не переезжали. То есть вас выгнали на улицу? Нет, нет, нас отправили в училище. Не могу, нет, по окончании школы каждый интернат ищет нового опекуна в лице директора училища. Училище. Их, им машут до свидания, дают документы и переводят. Вот еще один вопрос. Какую специальность вам в училище дали? В том плане, что на какую специальность вас перевели в училище? На овощеводы. А нас там выбор... Овощевод. Супер. У нас все либо мастера холодильных установок, либо овощеводы. Ну, и увы, овощевод. Но эту специальность вы получили не в интернате. Дим, нужно поднимать сельское хозяйство. А как так получилось, что вы стали овощеводом? Я хотела быть оператором компьютерного набора, но мне сказали, что тебе не достает два класса. Ты девять классов. Так что ты не подтянешь. Ин, а вы кем хотели быть? Я вообще-то с детства мечтала быть морячкой. Морячкой. Понятно. Дим, я объясню очень кратко, почему так происходит. Потому что те училища, которые имеют общежитие, это сиротские училища, естественно, есть перечень тех специальностей, типа овощевода или еще кого-то, которые и принимают их на обучение и обеспечивают проживанием. Все. Там не идет речь о том, чтобы дать ту специальность, которую хочет получить ребенок. Там просто идет речь о том, чтобы перевести и дать нового опекуна, и дать жилье. Как ты сейчас живешь? Я жила в училище и ходила по людях, зарабатывала деньги. То, у кого позаметают, то на поле семечки крала, била, мешок 5 гривен. Ну, в общем, коров пасла. Ну, в общем, зарабатывала, как могла. И у нас была комендантша, она удивлялась. Говорит, почему? Ну, все девочки стипендию получают, там, на пиво, на туаты, порошок, ну, такое все купляла, а никогда себе даже конфет не позволяла. Я говорю, а я же конфетами не наемся. И она говорит, Инна, хочешь зарабатывать? Пошли у меня там будешь, там, на огороде убирать, там. Ну, может, еще кто-то к тебе присмотрится. Она говорит, ты же не гуляешься, не опаздываешь. Ну, у нее соседка была тетя Валя, и она тетя Валя рассказала, что у нас есть девочка такая хорошая, ну, по людях ходит работать. Ну, а тетя Валя говорит, ну, приведешь ее ко мне, я посмотрю на нее. Ну, так она меня привела к этой тете Вале, так и у нее и осталось все жить по сегодняшний день. Сколько тебе тогда было лет? 19. То есть, ну, можно сказать, что тебя в 19 лет удочерили? Да. Валентина Дегтярёк, встречайте. Здравствуйте, Валентина. Огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо. И много извинений. Валентина, расскажите, почему решили позаботиться об Инне? Я рано потеряла своих родителей. Я воспитывалась у бабушки, у дедушки. И потом, когда уже я увидела Инну, я просто на ее месте видела себя. Хотя я не голодала, одевалась неплохо. А Инна, ну, она пришла, ну, серенькая мышка, маленькая, худенькая, голодная. И зима на улице, 20 градусов, она в полушубочке, без головного убора. Говорю, тебе нечего одеть? Нечего. Я достала шарф, дала ей шарф, чтобы тепло ей было. Говорю, на, только смотри, ну, училище же девочки воруют, чтобы ты, ну, сходила тепло. Ну, и так решила помочь. Потом, говорю, приходи к нам. Она была у нас, конечно, хотелось ей кушать. Я полгода находила кусочки хлеба под подушкой. Инна, зачем ты прячешь? А вдруг завтра не будет? Открыть подушку утром, и эти крошки, кусочки хлеба. Ну, когда, ну, питались мы неплохо, хотя без работы голодные спать не ложились. У нас и коровы были, и хозяйство было, и все. Почему решили взять, ну, ребенка к себе? Все-таки она же уже взрослая, чужая. Ну, взрослая и чужая, ну, ну, я не знаю, ну, мне жалко ее. Ну, ну, куда же ребенок этот пойдет? Ну, 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 что, ну, ну, куда она пойдет? Она рассказала, что никого у меня нету. Галина, а вы хлеб под подушкой прятали? Нет. А у вас родные дети есть? Нет. Как так получилось? Ну, так не получилось. У меня второй брак. У меня и у моего мужа, вот этого, из которого мы приняли, это второй брак. Просто у меня первый муж был, он очень бил. И два раза беременела, два раза, и все, больше у меня детей не было. То есть в результате избиения первого мужа? Да. Оказалось, что вы не способны родить детей? Уже теперь нет, да. Два раза беременела, больше я уже, ну, не получалось. Я ездила и к бабкам, и к деткам, и по институтам, и все сказали, что, ну, в общем, какие-то осложнения. Потом мы хотели еще удочерить или усыновить ребенка. Мы в трех детских домах были. Вот, кстати, я эту Инну помню маленькую, мы помидоры возили в интернат. Вот ту Инну девочку, она была маленькая в Цюропинске, я ее помню маленькой-маленькой девочкой. Мы возили туда помидоры. Ну, в общем, фрукты, овощи возили. Вы встречались с этой Инной? Да, я просто, мы возили в их интернат, и почему-то я, ну, вот я помню ее маленькую, маленькую помню, еще она была в розовом пальтишке, такое пальтишко розовенькое, она сидела, ножки так под себя. Ну, помню я эту девочку. И потом Бог послал нам Инну, а теперь у нас есть Сашенька еще. А Сашенька это кто? Маленький мальчик Инны. Сыночек у Инны есть. Мы были у вас дома, давайте посмотрим, как вы живете. Мы с этой Валей вместе закрываем, я помогаю ей начищать, ну, как, нарезать, ну, заготовки поделаю, а потому что я лишаю, у меня закрывать ключ не получается. Ну, а так, помогаем ей. Что, Сонечка? Ну, а не помню. На. Багато Саша помогает, все-все нам помогает. Кроликов кормить будем, а ну, давай, бери, открывай. Кроликов? Так, давай, на капусточку, на, корми. Вот так, на, еще им дай, вот тебе мало. Так, давай закрывать. Давай, боты не достанешь. Ну, давай, вот так вот, о. Не допиню. Вот так? Вот так, все, держи, мисочку, хватит. Хотя у нас курьи, кролики и поросятка, и все. Инна, вот я рад, что вот у тебя все так сложилось, что ты нашла женщину, которая тебе полностью заменила мать, ты нашла женщину, которая тебя родила, ты нашла своих сестер по крови, и почему-то мне кажется, что ты нашла и свою сестру по духу. АПЛОДИСМЕНТЫ Инна, ты рассказывала о том, что тебе в интернат приходила некая женщина, Вера. Вот, столкнувшись с твоей историей, мы разобрались с тем, кто же тебя на самом деле отправил в интернат. Мы попытались найти твоих родственников. И мы выяснили, что твою маму зовут Вера Кузьменко. Та женщина, которая приходила к тебе в интернат, которая тебя сдала в интернат, которая вот так вот нехорошо с тобой обращалась, и есть твоя настоящая мама. Это ее фотография. Единственное фото, которое нам удалось найти. Это она. Ты ее узнаешь. Шесть лет назад она умерла. Но ты в этом мире не одна. И кроме замечательных людей, которые тебя окружают сегодня, мы нашли твоих родственников. Сегодня к тебе приехала твоя тетя. Елена Голуб. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Елена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Извини, настоцник. Ты не помнишь, эту Лену? Не помнишь? Сапочки. Потому что она редко проезжает. Ой, мой сыночек, мы живем с какими-то вместе. Елена, при каких обстоятельствах ваша племянница оказалась в интернате? Ну, понимаете, у меня болезнь такая вот, что она не могла в эту школу ходить, ну, общую, образовательную. И сестра ее сдала, конечно, в интернат, чтобы она там училась. Она не могла ее содержать, потому что она работала на такой работе. Я ее забрала, сестру свою. Помнишь, как у тебя телена была? Нет. Я забрала ее. Она жила у меня где-то год-два года. А потом пошла, ну, сестра моя жила. То есть Инна два года у вас жила? Да. И ты не помнишь этого, Инна? И тем более ей 7 лет уже было. Инна родилась такой? Да. Родилась? Церебральный вот этот, родитель. А скажите, как ваша сестра относилась к дочери? Ну, конечно, она не такая внимательна была. Я тоже редко... Редко ей приезжала мама, да? Она убегала почему-то. Когда я приезжала? Нет, а вот тогда, когда она еще жила с вами? Тогда как? Нет, она работала... Раньше работала она до 12 часов как бы дня. Она кушать оставляла и... Вот, Инночка кушала, потом прибегала, уже кормила ее с работы. Ну, вот смотрите, это, в общем-то, ну, звучит как минимум понятно и разумно. Что ребенку нужен особый уход, ему нужно получать образование и ребенку отдают в специализированный интернат для того, чтобы ребенок там мог учиться. Это понятно. Не очень понятно, почему ваша сестра, ну, вот, не навещала дочь, а в какой-то момент вообще о ней забыла. Я вот как доверялась этой сестре, я всегда доверяла ей, что она ходит. Я всегда спрашивала, Вера, ты была в Инночке? Да, я все нормально, я была. Вот, потом отчим, другой же муж у нее появился. Но вы ни разу не пробовали посетить ее в интернате? Да, я не приезжала. Не приезжали? Отчего? А так вот, я же тоже, у меня двое детей, я воспитывала сама двоих детей, разошлась с мужем. Мне было очень тяжело. И как я вся в своих была этих заботах. А вы не пытались разыскать Инну? Вот умерла ваша сестра. Ведь где-то, где-то же Инна была. Ну я что-то думала, вот такой наивный человек, что государство смотрит, что она закончила школу, потом опять куда-то ее перевели, там смотрят за ней. Вы очень наивный человек. Да, но я, честно говоря, не думала, что так вот бросает государство, что выпускает с интерната и не понятно куда. А вы сказали, что у вашей сестры, у мамы Инны были еще дети? Да. Сколько? Двое детей. Двое детей? Да. А как мама Инны относилась к другим своим детям? Я не скажу, чтобы нормально относилась. Они ходили в школу, занимались. Ну они с ней жили? Да. С ней же. Они не были в интернатах? Когда она умерла, то отец сдал в интернат Ванечку, потому что у него тоже болезнь. Да. Хорошо. А скажите, вот если вот мама так холодно относилась к Инне, зачем она в возрасте там 13-14 лет забирала ее на какое-то время к себе? Я ей все время говорила, что забери ребенка, пусть побудет с тобой на каникулы. Вряд ли вот она в 7 лет отдала и потом через 7 лет она одумалась. Инна говорила, что она ее забрала, а потом Инночка говорит, мне так надоело уже дома, я хочу к детям. Она меня забрала потом уже. На 3 недели она сразу мне сказала, что я тебя беру только на 3 недели. Но у нее был... Зачем? Зачем? Кошмар. Я не знаю. Но у нее был кошмар. Говорите правду. Лжи. Хватит лжи уже. Если я маленькая, помню, как она меня била, а вы говорите, сына тебе не нужна, отправьте ее в интернат. Она получала пенсию на нее? Она не получала пенсию. Она взяла, может, пожалела ее. Я постоянно на нее говорила. Нет, смотрите... Она решила пожалеть ее через 7 лет на 3 недели? Давайте... Давайте так вот, ну... Потому что она на нее все время кричала, почему ты ребенка не забираешь? Она вас так слушалась? Подождите, вы говорите, что вы сестру укоряли постоянно, что она не брала ребенка. Да, да. Но перед этим вы говорили, что вы не знали, потому что ваша сестра говорила, что она посещает ребенка. Не стыком. Все-таки... Не, ну она жила же в другом доме, она же в моем доме жила, я в одном доме жила на другом. Я же не ходила и каждый день сидит. Слышите, ну вы правду нам скажите, пожалуйста. Наверное, что квартиру должна получить. Расскажите, а что за квартира? Я уже не помню в каком году, где-то она пожила на квартире год и дали ей от порта квартиру. Что ребенок больной, вот дали ей квартиру. И она, может, пообещала, что если дадут квартиру, значит, она ребенка заберет. Она забрала ее и это самое, дали ей квартиру. Там начальник был хороший такой, что это самое. Она жила на квартире, копейки получала, а ребенок больной. А потом, когда она получила квартиру, что она сделала со своей дочерью? Опять в интернат, получается? Да. Отдала опять в интернат. И не просто отдала. Она забыла о ней. Знаете, Инна, ну, возможно, вам мои слова покажутся жесткими, но вот мне кажется, что вы ничего не потеряли, не встретив сегодня свою мать. Нет. Я бы, даже если бы она была, я бы просто не пошла, потому что я знаю, какое было обращение здесь. Я... Ребенок помнит, даже маленький был. Сейчас. Ну... Если, Танюш, и Люда мне хорошо относились ко мне, то... Чтобы она выстрадала. То это... Ну, тетя Вера, я ее так всегда назвала, и она у меня так и была, тетя Вера. Она небо и земля по сравнению с вот этими людьми. Скажи, пожалуйста, ты помнишь тетю? Нет. А когда мама тебя забрала на три недели, ты не видела ее? Нет. Ее не было. Там была только Марина маленькая. Ей тогда было пять лет. Ну, когда на три недели она меня забирала. Ты помнишь Марину? Я помню, она была маленькая, она мне сказала, это моя мама, это не моя. Вот. А потом, когда я находила бутылки с подводки, я хотела вылить. А Марина сказала, не трожь, потому что мама придет, она тебе даст. И я подумала, точно не буду трогать, потому что мне убежать некуда, меня еще убьют за эти бутылки. Инна, теперь-то ты точно знаешь, что девочка Марина твоя сестра. Она ни в чем не виновата, и ей тоже, поверь, жилось непросто. Я знаю, мне ее даже было жалко. И сегодня она приехала к нам в студию для того, чтобы увидеться с тобой. Марина Козлова, встречайте. Здравствуйте. Я в шоке со своей мамой, что она ее не забрала домой, что она ее оставила там, что она к ней не приезжала, не ухаживала за ней. Что взяла только для того, чтобы получить квартиру, а сразу же после того, как это произошло, отдала и забыла. Я не помню хорошего от мамы. Марину мне было жалко, что она находится. Марина маленькая была, она даже ацетоном заболела, и даже врач приходил и говорит, это твоя сестричка. Это врач сказал, это от того, что всегда у гарища там стояла, ну, а я не знаю, я тогда считала, что все они мои. Я этим жила, потому что я их любила. Вот почему я и запуталась, кто они есть. Я только приехала сюда ради того, чтобы узнать правду. Марин, помнишь Инну? Я ее видела только один раз, когда мне было годика три-четыре. А мама что-то о ней говорила? Вообще ничего? Вот. Ты, быть может, спрашивала у нее? Спрашивала, она говорит, что у тебя есть сестра. Я спрашивала, где она. Она мне говорила, что она в интернате, потому что она не ходит. А скажи, как тебе жилось с тетей Верой? Жила сначала с ней, потом, когда они пили с папой, то жила у дедушки, у папиного отца. Ну, чаще всего... Как мама к тебе относилась? Ну, иногда била. Ну, когда там что-то натворю. А так, нормально. Мама тебя любила? Ну, говорила, что да. А ты это чувствовала? Да. Наши журналисты побывали на могиле Веры Кузьменко. Вот как она выглядит. Тут похоронена моя мама. Она умерла в 2008 году. Шесть лет назад. Если бы мама нас видела, она была бы рада, что мы нашли друг друга. Вообще-то навещают? Хоть раз, хоть кто-то? Вообще, там хоть... Там тропка есть? Там нет креста. При том, что у этой женщины есть муж, есть сестра, есть дееспособный взрослый ребенок. Псюхи. 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 Знаете, глядя вот на то, что сейчас происходит, мне почему-то очень хочется видеть Инну на том диване. Потому что, я больше чем уверен, вот там ее семья. Хотя там для нее все чужие. Ее родственники, ее родные сидят здесь, рядом с ней, но ее место там, потому что там о ней будут заботиться, потому что там ее будут поддерживать и любить. К сожалению, так. Вот Таня тебе сказала очень правильную вещь. Ты теперь не одна. И я больше чем уверен, что вот тогда ты встретила своих сестер. Точно. Сегодня объединились две семьи. Две Инны Кузьменко наконец-то нашли своих родственников. Каких-никаких, а родных людей. Это уникальная и запутанная история, и мы рады, что смогли в ней разобраться. С вами был Дмитрий Карпачев. До встречи через неделю. На самом деле, слава Богу, что у нас в Украине есть такие люди, которые помогают. Просто оттушиваются. Очень. Просто. 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 Ну а что теперь делать, чтобы мама взяла опеку на ней, чтобы забрать ее до себя? Может, действительно опеку? Давай подключим юристов, наверное. Инна, ты будешь с нами? Будешь с мамой? Тебе будет с другом мама уже. Вы чем-то можете? Сейчас Таня Якимец, неродная сестра Инны, оформляет над ней опеку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова